Поддержка одаренной молодежи в Чувашии – дело государственной важности. Ежегодно тысяча девушек и юношей становятся стипендиантами премии главы Чувашской республики. Сегодня на встречу в Дом правительства пригласили аспирантов, студентов, победителей международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что благодаря талантливым людям наша республика способна занять лидирующие позиции в мире. С теми, кто, возможно, уже очень скоро составит интеллектуальную элиту страны, познакомились сегодня и мои коллеги – Галина Титарчук и Андрей Спиридонов. В свои достаточно юные годы эти молодые люди успели узнать и про борьбу, и про успех с популярностью. А все потому, что талантливы, каждый по-своему, кто в искусстве, кто в науке, кто в спорте. Некоторые из них уже отличились и на мировом уровне. Международные олимпиады, конкурсы, фестивали стали частью их жизни. Но сегодня на встрече с главой Чувашии ребята не хвалились достижениями, а выступали со своими предложениями по улучшению жизни в любимой республике. Разговор получился, как говорится, по душам. Национальный колорит присущий должен быть молодежи. Вот как вы считаете, чисто как простой человек задаю вот этот вопрос? Мне кажется, было бы целесообразно приобщать богатству именно мировой культуры, и чувашской в том числе, со школы, чтобы дети, они знали, понимали всю сущность и все богатство того, что несет нам наша культура. Талантливые люди должны быть востребованы у себя на родине. Эту тему на встрече обсуждали активнее всего. Дмитрий Дмитриев – один из тех, кто несколько лет назад уехал из республики, но вернулся, полный самых разных идей. На мой взгляд, имело бы смысл проводить какую-то, может быть, политику, ряд мер в плане привлечения обратно к нам в республику талантливой молодежи. Вот. Скажите, пожалуйста, что делает правительство Чувашии, какие меры принимает в связи с этим? У нас программа «Молодая семья». Программа «Социальное развитие села» – это в сельской местности работает. По линии модернизации здравоохранения «Земский доктор» – это федеральная программа, плюс мы еще дополнительно стимулируем за счет оригинальной программы. Наша задача – создавая благоприятную среду, вовлечь молодежь туда, и тот, кто хочет возвращаться, возвращается. Волновала молодежь и проблема развития сельского туризма, строительство музыкальной школы в Чубаксарах, возможность создания единой базы данных волонтерского движения. Все вопросы Михаил Игнатьев взял на карандаш, поблагодарив молодых людей за идеи, отметив при этом, что вундеркиндов республики меньше не становится. Каждый год находится тот, кто может приятно удивить.